на Горный Карабах. В течение недели обстановка там продолжала стабилизироваться. Нарушение режима прекращения огня не отмечено, равно как и провокации в отношении российского миротворческого контингента. Удается без каких-либо серьезных инцидентов обеспечивать реализацию основных положений трехстороннего заявления от 9 ноября текущего года. Указанные позитивные тенденции являются весомым доказательством правильности той линии, которая затверждена лидерами Азербайджана, Армении и России и в настоящее время полновесно реализуется сторонами на практике. Такой настрой преобладает и среди тех наших иностранных партнеров, которые не мыслят категориями геополитики с точки зрения игр с нулевой суммы. Весь комплекс вопросов, которые вытекают из заявления 9 ноября, остался в фокусе внимания российского руководства. Как вы знаете, 23-24 ноября прошла серия телефонных разговоров президента России с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Обсуждались модальности работы российских миротворцев, дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. И, конечно, мероприятия по сохранению религиозных и культурных объектов. Об этом я еще скажу дополнительно. Темы эти были центральными в ходе телефонных разговоров 19 и 24 ноября министр иностранных дел России Сергея Лаврова с недавно назначенным армянским коллегой. Подробный обмен мнениями в целом по Нагорно-Карабахской проблематике стоялся у президента России с президентом Турции, а у министра иностранных дел России с министром иностранных дел Ирана. Комментарии об этих контактах опубликованы, они доступны, как на сайтах президента Российской Федерации. Что касается именно президентских контактов по линии Министерства иностранных дел, вы можете посетить наш сайт и аккаунты в соцсетях. Российские миротворцы продолжали создавать благоприятные условия для возвращения беженцев, вели разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. Также разворачивался центр гуманитарного реагирования, в деятельности которого задействованы несколько десятков федеральных министерств, ведомств и агентств. Прорабатывалось подключение к его работе профильных ведомств Азербайджана и Армении. Также пошли первые партии гуманитарных грузов. По линии Министерства иностранных дел России мы мобилизовали международную поддержку в рамках ОБСЕ, других стран, сопредседателей Минской группы, а также профильных ООНовских организаций. Уже активно функционирует Международный комитет Красного Креста. Работаем мы также с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирные организации здравоохранения. Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье, безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе. Это явилось бы важным вкладом в части обеспечения сохранности культурных памятников и религиозных святынь, достижения межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в регионе. В соответствии с поручением президента России, российской межведомственной делегации, как вы знаете, с участием вице-премьеров, также руководителей ряда Министерства ведомств, 21 ноября посетила с рабочими визитами Ереван и Баку. Подробные комментарии непосредственно министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам поездки размещены на сайте Министерства иностранных дел нашей страны. Хотела бы лишь отметить, что акцентированно проговаривались вопросы оказания гуманитарной помощи, создания условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха. Мы рассчитываем, что реализуемые Российской Федерацией, как вместе с Азербайджаном и Арменией, так и заинтересованными зарубежными партнерами и структурами, комплексные мероприятия будут содействовать миру и безопасности на Южном Кавказе. Я сейчас рассказала только о ключевых моментах, которые характеризовали развитие ситуации на Нагорно-Карабахском направлении за текущую неделю. Как вы заметили, на протяжении последнего времени делаем мы это регулярно. Многие вопросы средств массовой информации, которые поступали непосредственно даже к брифингу, например, и о роли Турции, выводе иностранных боевиков из региона, оказание содействия в возвращении беженцев, касаются тем, которые президент России и глава российского внешнеполитического ведомства, и другие представители Министерства иностранных дел России уже неоднократно и подробно комментировали. Все это доступно также на сайте МИД. Обстоятельная информационная работа по этому вопросу ведется по линии Министерства обороны нашей страны. При появлении нюансов по тем или иным сюжетам обязательно будем информировать вас дополнительно и оперативно. Отдельно, как я и сказала, хотел бы остановиться на теме сохранения памятников в регионе Нагорного Карабаха. Мы приветствуем совместное заявление Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, ИКОМОС, Международного совета архивов, Международного совета музеев и КОМ, Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений по ситуации в Нагорном Карабахе. Эти авторитетные НПО-партнеры ЮНЕСКО призвали все стороны, которые вовлечены в реализацию соглашения о прекращении огня, в активном режиме обеспечивать уважительное отношение и защиту всех объектов культурно-исторического, архитектурного и религиозного наследия, в том числе в соответствии с положениями ГАКской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года. Мы рассчитываем, что экспертный потенциал этих организаций, а они признаны во всем мире, будет в полной мере задействован при подготовке и направлении в регион миссии ЮНЕСКО во взаимодействии с армянской и азербайджанской сторонами.